привет друзья записал уже видео и вдруг обнаружил что звук в нем уже начал обрабатывать звук в нем не работает забыл включить переписываю теперь в этом ролике расскажу об одной своей достаточно быстрой победе в варианте который считается безобидным в разменном варианте французской защиты и о партии которая меня натолкнула на изучение этого варианта значит вот разыгран разменный вариант французской защиты и код кони в 6 со времен акиба рубинштейна считается достаточно безобидным более того книжки юрия сергеевича разуваева и мурахвери есть неплохая партия которую рубинштейн черными достаточно уверенно и убедительно выиграл именно вот в этом безобидном разменном симметричном варианте вот но на аэрофлот опене 2006 года в первом туре была сыграна партия между двумя моими друзьями безвременно погибшим но в лучшем жизни дмитрий белыми играл дмитрий щупров которого сейчас с нами к сожалению уже нету очень интересный шахматист и вот первый покажу конечно партию которую сыграл он пошел слон д3 вот на мой взгляд немножко не точнее потому что допускает возможность сыграть c5 позициях с изолятором место слона на мой взгляд на е2 или на b5 впрочем на д3 он конечно тоже расположен не так плохо и конечно белые после c5 хуже не получают вот но мой друг который играл черными после партии сказал что был очень удивлен выбором дмитрия и мысленно себе объяснил это так хочет человек сделать быструю ничью первый тур может там самолета не отошел еще то есть себя хочет прийти но после хода c4 стандартная игра здесь конечно же c36 ферс c2 ферс c7 потом слоны меняются на же 3 на же 6 и скучная совершенно тягомотная такая позиция в которой никаких никакой совершенно тактики никаких комбинационных идей долгое время не будет а именно вот возня в равной симметричной позиции скорее всего даже ничей код c4 существенно меняет дело потому что если черным взять dc то после колька c4 белый конь угрожает следующим кодом скажем пойти на е3 попасть на их 5 он напал на слона кстати d6 можно при случае получить преимущество он стреляет в центр то есть скажем на неудачный ход конь b6 конь на е5 выскакивает и позиция черных становится очень подозрительный на мой взгляд то есть ухода c4 очень такая серьезная идея стратегическая уйти от симметрии в первую очередь а после хода c6 тоже такой вполне разумный ход если cd cd и непонятно чего белые достигли последовал удар c5 последовал удар c5 и если теперь отойти слонов скажем на c7 или на b8 то у белых очень понятный план их пешка бежит на b5 они создают слабость на c6 и потом всеми силами вот начинают на нее нападать ладьей по линии b чернопольный слон конечно выменивается но ход слон е7 он оказывается еще хуже то есть кажется что черные избавились от связки на деле нет по крайней мере вот может быть здесь еще им что-то срочно можно предпринять скажем h6 слон h4 конь h5 чтобы разменять чернопольных слонов дело в том что слон g5 в ближайшем будущем окажет очень серьезный очень серьезное такое воздействие на позицию черных черных осуществляют маневр рубинштейна разменивают тупого белопольного слона но после ладья е3 выясняется что слон как на шампур тоже нанизал фигуры черных конь не может уйти слон висит слону ходить некуда после ладья е8 ладья е1 сразу проигрывает слоны по 7 конь связан то есть он снова не имеет ходу от связки надо избавляться играть b6 это создавать добровольно себе слабость на c6 а значит у черных колоссальная проблема с ходами значит в этой партии последовала конь е8 и белые просто взяли на f6 теперь этот слон не нужен угрожала может конь h7 с той стороны укрепить короля или даже конь е6 может еще сильнее конь е6 на слон бьет f6 слон бьет f6 уже последует и слон заиграл все давит на пункт d4 и кони слон и у черных наверное уже лучше походу слон бьет f6 вынуждая черных взять пешкой и еще один очень энергичный ход h4 подчеркивает неприятность позиции черных здесь конечно у белых стабильных большой перевес плюс минус столбик дело в том что ход конь е6 конечно который черные бы хотели сделать невозможен белые просто возьмут возьмут на g6 здесь у них вечный шаг им обеспечен но на король f8 они могут и на е6 взять и h5 пойти и конь f1 давайте вообще все возможности отмечу каждая из этих возможностей выглядит очень неприятной для черных больше 3 поняш 5 ладья бьет е6 наверное самое жесткое вот поэтому черные играют ферзь d7 но после h5 выясняется что у них как-то не очень хорошо не очень крепкая вот эта пешечная структура которая прикрывает их короля сейчас конь идет на жить на g3 скажем если же 5 или тем более жаж коня с 4 и коня 5 или же же 5 конь f1 и конь g3 кой попадает на и в 5 и партия быстро заканчивается черные из последних сил заезжают свои пешки которые должны крепость образовывать но после простого конь f1 конь идет на g3 потом второй конь отправится на h4 и конь в 5 шаг должно позволить белым выиграть пешку слона на е7 заберут при этом черный король будет открыт последовало конь h7 но это проигрывает форсированно обязательно было ладья c8 кстати угрожает ферзь е2 например аж или да ферзь е2 и слона на е7 очень сложно защитить а на конь е6 будет hg и нет хода и в же изолом е6 вот после коня h7 ферзь е2 выясняется что надо ходить король е8 и партия заканчивается буквально в проходе напали на пешку ее надо толкать вперед конь пошел на g6 брать надо черные это все предвидели подсыграли ферзь е5 так сзади защитили от своего коня вроде все у них здорово на жажки разбьет h7 слон защищен позиция еще может вполне оказаться защитимой но жесткий ход ферзь h5 с угрозой не столько взять коня сколько дать мат ферзь h6 ферзь бьетов 7 шаг и херзь f7 мар делает сопротивление бесполезно черные сдались эта партия произвела на меня колоссальное впечатление особенно в связи с комментариями петра костенко который сообщил что был уверен что противник хочет сделать ничего те же мысли одолевали очень хорошего человека влада аксель рода с которым мы 2001 году на таком же мемориале измайлова вот на котором встретились 2006 в 2001 мы с ним поделили первое второе место он занял первое по дополнительным показателям небольшой на него зуб вот а он наоборот решил что я хочу отдохнуть эта партия игралась не в первом туре где-то в середине турнира и конечно тоже принципе против ничьи не возражал но шахматист он очень активный и поэтому несколько ходов дебюте последовали никуда слон е7 играть можно вполне это нормальный ход конечно хуже черные не стоят вот смотрите та же позиция что и в рассмотренной ранее партии только слон стоит на е7 а не на д6 с одной стороны это хорошо для черных слон как бы от связки избавляет другой все таки на д6 он стоит поактивнее а здесь белые не обязаны играть с 4 и ход х5 немножко не туда конечно белые не хотят меняться на е7 после размена коль потом пойдет на и в 4 а скромно ушли на е3 и угрожая ходом h3 то есть ответ на слон д6 последует h3 и непонятно что делать со слоном как-то если он уйдет коль на h5 как-то подвисает если возьмут на f3 то ферзь бьет f3 и коль на f4 не попадет поэтому пришлось уходить назад и после логичных ходов Влад тоже знает о переводе Рубинштейна тоже слон пошел на g6 и вот здесь у белых две замачивая возможности очень серьезно смотрится слон бьет g6 и f4 с идеей пойти f5 такое построение пинцбери усиленное тем что можно ходом и 5 подключить ладью к атаке у черных ладьи не скоро в бой войдут а у белых сразу две будут играть по линии f но мне показалось что намного важнее получить преимущество двух слогов и здесь мне кажется черным надо было сыграть слон d6 я собирался отвечать слон е5 не позволяя очень быстро ввести в бой коня не отхода конь bd7 потом ладья а е1 конь f3 или может быть даже f4 потом конь f3 и f5 но последовало конь d7 не точный ход позволяющий белым сохранить слона на важной диагонали с ним надо бороться он очень активный но теперь не получается разменять чернопольных слонов потому что скажем на слон g5 последует f4 g4 и черным не так просто будет сохранить материальное равновесие фигуры как-то начинают подвисать последовал ход g5 ход тоже достаточно логичный но после кони ф4 вот этот разноцвет однозначно пользу белых что за стрелочки нарисовал слон черных упирается в пешку f4 то есть она его ограничивает белая как и в парке чубровка стенка захватили единственную открытую линию но у белых батарея слон плюс ферз немножко в странной последовательности мат на h7 не грозит а перестраивать их долго поэтому не особо понятно как тут можно быстро обыграть черных ну да из-за пешки в 4 позиция похуже но она должна держаться а вот здесь после c4 создается серьезнейшая угроза c5 дальнейшем ладья е7 и когда ладья ворвется в обжорный ряд скорее всего черным придется что-то начать отдавать ход dc оживляя слона d3 очень серьезно передает на f7 и на мой взгляд dc было может быть не точностью слон b4 стоило сыграть сначала согнать ладью е1 с открытой линии а вот после dc слон бьется 4 следующий напрашивающийся ход черных это конь b6 он и был сделан и партию удалось закончить форсированно и достаточно быстро конечно ход напрашивается дело в том что слон очень серьезно просматривает постреливает короля а этот слон и ферзь расположены на одной вот такой вертикали и это конечно наталкивает на мысль о ходе ладья е6 брать черные обязаны иначе они без слона и куда бы ферзь не отошел белые на него могут напасть и съесть вот в ближайшее время и скажем нет кода ферзь h8 из-за ладья h6 слой конь бьется 4 ферзь бьется 4 шаг ладья f7 съели на h8 и на f7 но черные тут еще были в плену иллюзии казалось что после ладья h6 gh ферзь g6 ферзь бьет h6 белые должны отыграть коня на c4 и с двумя ладьями они еще как-то поборются против ферзя с конем но после ферзь g6 вот мой противник сдался так как здесь белые конечно не ферзь е6 пойдут а ферзь g6 коль g5 и защита от мата на h7 ну вот спасибо за внимание есть свои плюсы в том что получился первый ролик неудачно все стрелочки практически были проставлены заранее спасибо за внимание как мы видим даже такие безобидные варианты как разменный вариант французской защиты стоят в себе определенные опасности и конечно даже если вам кажется что ваш противник собирается сделать быструю ничью ни в коем случае не надо заранее ставить потому что как только начнутся проблемы очень сложно будет психологически перестроиться на борьбу с ним но все на этом я заканчиваю до свидания спасибо за внимание с вами был международный госмейстер роман овечка подписывайтесь на мой канал комментируйте ставьте лайки дизлайки в общем что хотите до свидания подогнать в общем что это вот все 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 Продолжение следует...